Его руины лежат во мраке океанских глубин, покрытые водорослями и поврежденные разрушительным воздействием времени. Город Атлантида предположительно существовал 12 тысяч лет назад. Затем он затонул, и люди веками передавали истории о нем. Многие считают, что это был обычный остров, но легенды рассказывают о могущественной империи. Атлантида якобы была одним из самых богатых и прекрасных городов своего времени. У вас перехватило бы дыхание, если бы вы прошли через его центральные ворота. Повсюду были удивительные украшения и огромные мраморные статуи. По слухам, весь город сейчас находится под водой. Некоторые считают, что он скрывается на морском дне в Бермудском треугольнике. Кое-кто даже утверждает, что подводная пирамида в Атлантике каким-то образом ответственна за все эти самолеты, людей и корабли, которые таинственным образом исчезают там, и никто не может их отследить. История гласит, что в конце 60-х годов 20-го века группа искателей сокровищ наткнулась на руины древнего города. Это произошло во время одной из дайверских экспедиций в районе Бермудских островов у побережья Майами. Ребята рассказали об останках города и упомянули стеклянную пирамиду, на которую они также наткнулись. Они утверждали, что она больше всех остальных пирамид, даже тех, что были обнаружены в Египте. Конечно, это были всего лишь истории. Но в этом районе действительно есть необычные вещи. Например, изменчивые водные течения или сильные вихри, возникающие время от времени. Бермудский треугольник – одно из лучших мест для исследователей. Они отправляются туда изучать минералы, морское дно и гольфстрим. Они исследуют, как океан влияет на погоду. Особенно интересна геологическая структура земной коры глубоко под дном океана. Самая глубокая точка Атлантического океана находится в Бермудском треугольнике. Ученые провели там множество исследований и буровых работ, чтобы выяснить, что лежит на глубине нескольких километров под морским дном. Рельеф дна в Бермудском треугольнике потрясает разнообразием. Вы вряд ли сможете увидеть подобное где-либо еще на Земле, особенно если учесть, что это относительно небольшой океанский регион. Посмотрите на этот шельф с пологими берегами. Там также есть плато, равнины и глубокие впадины. Если вы считаете, что Бермудский треугольник – это своего рода ловушка, вы не ошибаетесь, учитывая его сложную геологическую структуру. В восточной и северной частях треугольника есть несколько групп подводных гор. В основном они безымянные. Высота некоторых из них достигает 200 метров. При такой высоте на поверхности они считались бы обычными холмами. Но по океаническим стандартам это небольшие горы. Они либо овальные, либо круглые. Это можно увидеть, если взглянуть на них сверху. В Тихом океане больше подводных гор, чем в Атлантическом. Подводный мир в Атлантике менее разнообразен, чем в Тихом океане, если только не учитывать Бермудский треугольник. Известниковая платформа, образующая дно треугольника, уходит в глубину почти на 6 километров. И весь этот толстый слой состоит из останков мелких древних существ. В 2019 году большая группа геологов опубликовала статью, в которой утверждала, что треугольник образовался в результате сильной вулканической активности. Долгие годы считалось, что существовали древние, давно потухшие вулканы, которые подняли Бермудские острова со дна моря. Так вот, одна из теорий гласит, что Бермудские острова образовались потому, что произошли нарушения в потоках магмы. Куски древних плит, которые уже находились в мантии, поднялись на поверхность. Затем они смешались. Так могли образоваться вулканические острова в океанах. Узнав об этом, писатели-фантасты дали волю воображению. Они рассказывали истории о страшных существах и мистических городах или островах, скрытых глубоко под всеми этими слоями. Все это побудило людей к созданию собственных теорий. В 15 веке Христофор Колумб отправился в экспедицию, которая впоследствии стала одной из важнейших в истории. Он был среди первых, кто рассказал о таинственном регионе, который позже был назван Бермудским треугольником. Сначала эта территория была известна как острова Сомерс по имени героя британского флота Джорджа Сомерса. Но испанский исследователь Хуан де Бермудес открыл остров в 1505 году. И именно тогда эта местность получила свое сегодняшнее название. Колумб упомянул о странных наблюдениях в этом районе, начиная со света, похожего на свет свечи, который двигался вверх и вниз вдалеке. Он немедленно предупредил свою команду и попросил моряков посмотреть на свет, который то исчезал, то вновь появлялся. Он говорил о звездах, которые, казалось, двигались по небу. Стрелка компаса тоже сошла с ума. Но самым необычным из увиденного Колумбом был неизвестный светящийся объект, выходящий из моря и устремляющийся в небо. В наши дни многие считают, что ничего необычного там не было. Скорее всего, это были огни с другого корабля или с берега. Но Бермудские острова интригуют нас и сегодня. Это треугольная область, где бесследно исчезают корабли. Иногда они появляются позже, но пустыми и без единого человека на борту. Но чаще всего никто никогда не находит их обломки. И это не только корабли. Самолеты тоже пропадают. Исчезновение учебного парусника «Атланта» было одним из первых случаев в череде загадок Бермудского треугольника. Корабль покинул верфь на Бермудах и направился в сторону Англии в 1880 году. Он так и не достиг Британских островов. На самом деле он даже не покинул Бермуды. Он просто пропал. И никто так и не нашел его следов. Некоторые говорили, что судно исчезло из-за сильного шторма, с которым столкнулось на своем пути. Вероятно, у членов экипажа не хватило опыта, чтобы справиться с такой ситуацией. Тогда все хотели знать, что случилось с кораблем. Как он мог исчезнуть так просто? Об этом писали газеты. Люди выдвигали всевозможные теории о том, что могло произойти. История продолжилась с сухогрузом «Циклоп». В 1918 году он отплыл от острова Барбадос. И через несколько дней ситуация повторилась. Судно бесследно исчезло вместе с более чем тремя стами людьми на борту. Три года спустя, в 1921 году, береговая охрана на алмазных отмелях возле мыса Хатерас, Северная Каролина, обнаружила массивное торговое судно, севшее на мель. Патрульные были готовы помочь людям, попавшим в беду, но спасать было некого. Корабль был пуст. Ни пассажиров, ни членов экипажа на нем не оказалось. В некоторых теориях об этой аварии фигурировали пираты, но никто так и не узнал, что произошло. Пропажа «Звена-19» стала одним из самых известных инцидентов в этом районе. Целая группа самолетов пропала в 1945 году. Дальнейшая спасательная экспедиция не увенчалась успехом, потому что один из самолетов с 13 членами экипажа тоже пропал без вести. И подобное происходило не только в давние времена. Судно длиной 9 метров с 20 людьми на борту пропало через день после того, как должно было прибыть в Лейк-Уорд, штат Флорида. Не было ни записи о судне, ни сигнала бедствия. Поисковая операция с участием кораблей и самолетов продолжалась 84 часа. Спасатели прочесали территорию, которая почти в два раза превышала площадь всего штата Массачусетс. Но так ничего и не нашли. Бермудский треугольник – это большая загадка, но острова – идеальное место для путешественников. Вам там понравится, если вы, например, увлекаетесь гольфом. Вы вполне можете встретить там известных игроков в гольф и знаменитостей. А вот кое-что интересное для любителей музыки. Джон Леннон вдохновился на написание почти 25 своих песен, отдыхая на одном из этих островов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова